ДИКТРИП РАННЕР Прыжки, подкаты, удары, ну в данном случае это ускорение, и при этом уворачиваться от всевозможных препятствий. Но только если в Трип РАННЕР это все происходит в 2D, либо в 2D, то здесь у нас все происходит в 3D, то есть это вид сзади. Своим вот именно вот этим вот стильным видом сзади игра чем-то немножко походит на аудиосерф. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Давайте посмотрим, что же это такое. Как видите, у нас здесь присутствует синглплеер и мультиплеер. Мультиплеер поддерживает до двух игроков, и он представляет из себя режим HotSeed, когда у нас монитор делится на 2 части. Слева один игрок, справа другой игрок, и погнали. Играть можно как на джойстике, так и на клавиатуре. Попробовал и на том, и на том, честно скажу, на джойстике гораздо удобнее. Все кнопочки можно переназначить, то есть у нас есть эта возможность. Но давайте вернемся к синглплееру. В синглплеере у нас также есть несколько модов. Это компания, это бесконечный режим, ну и awards, это наше достижение, которое мы получили во время прохождения. Компания. Компания состоит из 42 уровней. При этом, если первые 8 уровней это уровни обучающие, то есть нам будут рассказывать про механику игры, 41, точнее, будут рассказывать про механику игры, что как использовать, то дальше все становится гораздо-гораздо интереснее, что немаловажно, гораздо-гораздо сложнее. Играя ранее в такие игры, как Баллистика, либо еще-еще ранее игрушка Extreme G2, такой яровым фанатом я являюсь, я не мог просто пропустить данную игру, потому что все, что связано с такой большой и безумной скоростью, меня очень сильно завораживает. Что ж, давайте возьмем какой-нибудь уровень и пробежимся. В игре присутствует три варианта уровней. Это бег на скорость, он же Drag Race, когда нам необходимо нажимать кнопку ускорения в определенные моменты. Это бег, получается, по трем полосам. То есть на скорость, там больше на реакцию. И свободный бег, когда мы можем использовать все наши функции. Это и ускорение, это и уворачивание, и двойные прыжки, и подкат. Итак, давайте, вот сейчас мы выбираем с вами Parallel Universe, параллельная вселенная. Здесь это у нас свободный режим. И сразу смотрим. Зеленые стрелочки внизу. Они позволяют нам ускорять свою, увеличивать свою скорость. Батарейки, это наше задание. То есть на уровнях со свободным бегом нам необходимо собирать данные батареечки. Ура! И они являются нашей основной целью. Так. В нашем арсенале есть возможность. Значит, это сохранение на чиппоинте, что мы сейчас видели. Это двойной прыжок. То есть вот он, вот он. Раз, раз. Аккуратно. Так, не успеваю. Ай-яй-яй-яй. Так же это у нас возможность... О-о-о-о-ой. Идем. Это возможность ускоряться. Но здесь ускоряться, я думаю, не стоит. Вот только вот здесь вот. То есть это, по сути дела, форс... Форс-ран. Так. Как видите, уже девятый уровень. Он же подносит такие неплохие сюрпризы. Давайте здесь сохранимся на чиппоинте. О-о-о-о. Потому что здесь уже необходимо подумать, что и как нам делать. Так. Вот сюда прыжок. Да что такое? Видимо, нужно без ускорения делать. Мы сможем перепрыгнуть. Хорошо. Нет, не долетели. Да. Так. Как я говорил, игра действительно очень и очень быстрая. При этом на абсолютных скоростях, которые максимальные, вам придется кликать на кнопки очень-очень быстро. Чтобы хоть что-нибудь успеть. И разработчики подумают, что периодически появляются такие моменты, когда игрок просто не успевает физически ничего сделать. Поэтому возьмем и сделаем ему места, которые будут его замедлять. То есть у нас будут появляться красные стрелочки, набегая на которые мы будем замедляться. Как вот вы сейчас видите, мы прошли данный уровень и смотрим нашу статистику. То есть 14 батареек собрали, 7 раз умерли, время в игре 61 секунда. И наш результат. Результат нам дает всего лишь одну молнию. То есть по сути дела мы уровень прошли очень-очень плохо. И вот эта вот задумка разработчиков, она приносит в игру реиграбельность. Почему? Потому что ярые фанаты, которые все время гонятся за хайскором, они будут сидеть и там учить зубрить этот уровень, где нужно прыгнуть, в какой момент, в какую кнопку нажать, для того, чтобы пройти как можно скорее. Так, здесь у нас опять же обычный уровень на скорость. То есть свободный бег. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем здесь пробежаться, да? И после я вам покажу другие режимы, потому что они... Ох ты! А, вот он, вот замедление. Так, вот здесь вот надо было, видимо, нам ускоряться. Потому что, как видите, после замедления у нас вот такие вот проблемы со скоростью. Да, надо было ускоряться. Также вы сейчас могли заметить, что у меня поменялся цвет. Что это произошло? Так, давайте просто наоборот уходим. Слишком медленно бежим. Что произошло? Произошло то, что я зашел в специальные ворота, которые позволяют нам... Ой. Позволяют нам перекрашивать уровень. Это вносит немножко разнообразия, но оно не принципиально. Потому что в зависимости от цвета у нас ничего не меняется. Кроме графической составляющей, которая может радовать глаз или не очень. То есть вот мне на самом деле прошлый цвет был поинтереснее, чем зеленый. Так, еще очень нравится цвет синий в стиле игрушки трон. Фильмотрон. Так, вот это перепрыгиваем. Оп. О-о-о-о! Перелетел. Так, это перепрыгиваем. Здесь сюда. Здесь сюда. Так, вот это дело у нас проблемы с батарейками. Мы не сможем набрать пять батареек. Вот это да. Как я уже и говорил, игра с каждым уровнем становится сложнее и сложнее, тем самым интереснее. Поэтому, если вы начали играть и подумали, да фу, скучно, не быстро, абсолютно, то дайте игре немножечко времени, дайте ей шанс, она преподнесет еще много и много сюрпризов. Всего лишь нужно поиграть чуть-чуточку подольше, чем восемь уровней, которые у нас отводятся для обучения. Так, вот надо было вниз пасть и резко там сделать, резко сделать выпад. Почему мне необходимо делать там выпад? Выпад необходимо сделать там, потому что у нас, я сам покажу, вот эти вот синие вещи, это стекло. Да ладно, задел край. И стекло мы можем пройти только одним способом, мы можем его разбить при помощи вот этого вот силового толчка, я не знаю как, это просто ускорение форсажа. Оп, 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 там уже чекпоинт был, вы тоже его видели? Фух, так давайте попробуем добежать до чекпоинта. Если сейчас не получится, тогда просто-напросто будем смотреть другие режимы игры, потому что они, как я уже говорил, не менее интересны, чем данные. Оп, ач! Ох, нифига себе! А-а-а! Так, ладно, мы хотя бы начнем с чекпоинта. Петерый кролик. А-а-а! Нет! Так, а вот здесь вот уже необходимо было замедляться, да, как вы поняли. Фух! Потому что иначе мы с вами вот это вот место просто-напросто не пройдем. А, вот здесь побежали снова, погнали ускорение. Снова поменяли цвет. Оранжевый цвет тоже очень интересный, красивый. И сейчас уже у нас все чуть-чуть быстрее, чем такие вот. Вот такие вот скоростные уровни. Давайте вернемся, посмотрим сейчас, что за следующий уровень какой будет. Если не тот, который нам нужен, тогда... Да, это у нас является драгрейсинг. В драгрейсинге нам отводится определенное количество времени. То есть, ой, в данном случае... А-а-а! Я, походу, дело, проиграл уже, потому что я по своей глупости пропустил... Пропустил вот этот вот чекпоинт. То есть, в драгрейсинге нам необходимо в определенный момент, то есть, когда мы находимся на зеленой части, нажимать на кнопку ускорения. Но почему-то у меня все очень плохо. Вот же, хит. Если мы будем нажимать правильно, то есть, это, по сути дела, ритм гейм, когда нам необходимо в определенный момент нажимать нужную кнопку. Не, ребят, мы еще ничего не пройдем. Давай беги! Беги, дорогой, беги! Не, никуда он не побежит, потому что мы слишком много пропустили. Еще разок давайте реплей. Сейчас мы не пропустим уже. Точно не пропустим. Так, побежали, 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 побежали. Оп! Ускорение, вот. Вот, 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 получили нормальную скорость. Соответственно, мы сможем теперь... Ай, пропустил. Да ладно, пропустил, почему? Так, ускоряем, что-то... А-а-а, не долетел. Так, погнали, погнали, погнали. То есть, как я уже сказал, принцип ритм гейм. Тогда нам необходимо в определенный момент нажимать кнопку. И в зависимости от того, в какой момент мы нажали, у нас либо идет замедление, либо ускорение. То есть, вот сейчас вот я практически все попал. Поэтому мы бежим очень и очень быстро уже. Влево-вправо здесь не получится нам двинуться вообще никак. Так, ой, так. Таким образом упасть, как я уже говорил. То есть, даже если я на краю нажму влево. Но это, наверное, один из самых быстрых режимов. Потому что нам здесь не дается выбора на то, что можем мы увеличить скорость, либо можем уменьшить. Нет, там сразу же включают практически максимальную скорость. И погнали. Главное здесь это сосредоточенность, чтобы ловить наши батарейки в нужный момент. И не делать вот таких глупостей, как я сейчас сделал. Самое опасное, это вот когда мы внизу прокатываемся, а у нас сразу же после того, как мы прокатимся, появляется столбик. Так, понятно. Здесь необходимо делать ускорение. Сейчас, сейчас организуем. Все очень просто. Оп, оп. Ура! Да! Ха-ха! Да! Да! Так, ладно. Оп! Рыжок. Покат. Уворот. То есть, если вы это все запомнили, тогда у вас проблем быть не должно. Если вы это не запомнили так, как я, тогда вам придется помучиться. Игрушка стоит всего 99 рублей, поэтому я думаю, что как минимум в коллекцию ее взять стоит. Потому что она стоит своих денег, то есть разработчики не завысили цену за данную игру. Игра прошла к нам через гринлайт. Так, так. Оп! Да почему? Необходимо слишком... А-а-а! Рано нажимаю. Так. Еще одна попытка. Еще одна попыточка. Я же не могу так просто проиграть все, что можно было проиграть. Могу. Ха! Так что давайте вернемся в меню. И посмотрим следующее. Endless Run. Endless Run это у нас случайный генератор уровня. То есть, у нас генерируется из трех видов препятствий. Это препятствие, которое необходимо обходить снизу. Вот оно. Рез. Препятствие, которое необходимо перепрыгивать. И препятствие, которое необходимо просто-напросто оббегать. Это вот эти колонны. Все. То есть, мы здесь бежим на максимально дальнее расстояние. Данный режим существует, наверное, только в виде соревновательного. Потому что мы можем свои хайскоры записывать в таблицу, которая будет сравниваться. И также можем там делиться в социальных сетях. Поэтому у нас смело пробежать, там закинуть какой-нибудь ВКонтакте. Ага! Смотри, как я быстро пробежал, а ты вот так вот не можешь. Хочу. Если ваши друзья вас поддержат, то наверняка у вас получатся очень-очень неплохие баталии. Режим мультиплеер, как я уже сказал, представляет из себя хот-сид. Делится экран на две части, слева-справа. И мы со своим напарником, он же друг, должны проходить одинаковые уровни. Поэтому там ничего нового относительно одиночной игры. Я вам даже, наверное, его показывать не буду, потому что... Как минимум у меня сейчас нет напарника, которого можно было бы заставить проходить. Я нифига себе, я сейчас испугался. Да, игра иногда вылетает. У меня один раз, всего лишь, она вылетела. Я думаю, что все эти баги будут поправлены вместе с будущими патчами. Но это изучается крайне редко. Поэтому не обращайте на это внимания. Разок вылетит ничего страшного. Итак, в общем, я пробежал 96 секунд. И, соответственно, как я сказал, я уже могу это твитнуть, могу закинуть в фейсбук. Поэтому, пожалуйста, играйте, тренируйтесь со своими друзьями, соревнуйтесь со своими друзьями. А с вами был Джейниум. Играйте в хорошие игры. Пока.